Здравствуйте, дорогие друзья! Я вас приветствую в программе «Хлеб на каждый день». И мы при любых сезонах, при любых обстоятельствах с вами нуждаемся в хлебе. И поэтому каждый раз, когда мы принимаем от Бога пищу, пусть она сделает нас не просто сильнее, а людьми, которые знают, что делать при любых обстоятельствах, куда идти и как реагировать. Потому что есть события, которые мы можем предсказывать, предполагать, так, наверное, будет правильнее сказать, а есть события, которые неожиданно на нас приходят. И в связи с этим реакции тоже могут быть настолько неожиданными. И пусть сейчас в наше с вами сердце придет тот шалом, при котором мы можем разобраться с собственным сердцем, собственным разумом. Потому что тогда, когда мы в покое, тогда есть более адекватная реакция и понимание того, кто я есть. И тогда, когда начинается волнение изнутри, и оно поднимается как волна за волной, как буря, то человек уже может не контролировать свои эмоции, свои слова, свои действия. И вот для того, чтобы нам быть готовыми к таким событиям, надо от начала уметь свое сердце хранить в шаломе. И это одно из важнейших условий для победы и для результатов, которые мы хотим иметь в своей жизни. Потому что тогда, когда сердце начинает быть захвачено эмоциональным фоном, и уже оттуда начинают выходить совершенно не те слова, которые собирался бы сказать, или которые хотел бы сказать, то это уже поздновато. Надо раньше об этом заботиться и раньше над этим трудиться. Но труд наш, в общем-то, без Бога будет тоже тщетен. Поэтому навсегда надо понимать, кто внутри меня и кем он уже для меня стал, и кем я для него являюсь, как человеком завета. И сейчас мы говорим о Давиде как человеке завета, и о том, что он проходит непростые события в своей жизни, и эмоционально у него тоже надо быть царем своих эмоций. И, в общем-то, Давид уже во многом может справляться с этим. Но мы сейчас посмотрим. Помним, что пришел один из посланников, который сам себя послал, пришел, чтобы сказать Давиду добрую весть. Он-то хотел добрую, а у Давида есть глубина вопроса. И поэтому он спросил, а как отрока весало? На что-то сказал, я не знаю. Хотя знал, но тут не был готов ответить на этот вопрос, и тогда получает указание от царя. И сказал царь, отойди, встань здесь. Он отошел и встал. Посмотрите, как навязанная идея, потому что ему надо было подождать и не бежать, а он захотел. Захотел побежать, выпросился, и вот даже пошел быстрее, чем Хусия. И теперь, когда он принес эту весть, то царь как бы теперь игнорирует его. Ты не знаешь ответа на главный для меня вопрос, поэтому встань здесь. Так хочется, друзья, чтобы мы с вами понимали, что мы можем напрашиваться на игнорирование тогда, когда мы не делаем то, к чему мы призваны. И вот это может больше ранить, чем наоборот как-то дать признание. Потому что в данном случае какой-то мотив был у этого человека, который бежал, который хотел даже обогнать, который сам себя послал, но теперь оказался не совсем в выигрышной позиции. Встань вот здесь. И молча надо теперь ждать Хусию. А вот теперь надо дождаться, что он будет говорить. Посмотрите, когда мы имеем посланничество Божье, у нас будет слово в этом посланничестве. Когда мы сами себя посылаем, посланничество будет односторонним. Я себя послал, а слово где взять? И какое слово будет нужно в этой ситуации? Оно как будто бы куда-то ушло. Поэтому я хочу, чтобы мы для себя вот эту практическую сторону очень четко определили с Богом. Господь, посылаешь ли ты меня сейчас вот в эти обстоятельства? Может быть, они самые непростые, трудные. Возвестить что-то человеку, какую-то приятную, неприятную новость. Либо и ту, и другую вместе, как в данном случае произошло. И как быть, чтобы не забрать силу от радости и в то же время не дать овладеть печальной новостью настолько человеческим сознанием и сердцем, чтобы не сделать его невменяемым. Это вот та задача, которая начинает работать на посланничестве. Небесный Отец, я прошу тебя, чтобы ты благословил нас быть посланниками неба и понимать, куда ты нас посылаешь, с чем и зачем. Чтобы мы могли иметь это слово по посланничеству, чтобы мы могли иметь этот результат слова, тогда, когда мы придем туда, где нам должно оказаться. И поэтому прошу тебя, прости нас за то, когда мы сами себя посылали, когда сами торопились делать то, что ты не поручал, и тогда результаты не приходили, как нам хотелось. Но сейчас я благодарю тебя, что твой избыток в исполнении нашего недостатка, и мы принимаем твою благословляющую руку на этот день во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин